Число ангельских сил, служащих Творцу Всевысущего, входит в несколько категорий сущностей. Престолы, Херувимы, Серафимы, Господство, Силы, Власти, Начало, Ангелы и Архангелы. Наибольшее число небожителей относится к обычным ангелам с двумя крыльями. Над этим ангельским сообществом поставлены начальники, ангелы-старшие или архангелы. В древности до детальной разработки иерархии небожителей случалось, что архангелы даже внешне отличаются от двуногих, двуруких и двукрылых ангелов. Их относили к высшему ангельскому чину, второму по значению после неимевших тела престолов и имеющих четыре лица херувимов. К серафимам в сегодняшней религиозной иерархии они занимают более низкое место. Среди серафимов имелось восемь поименованных. Иегудил, Варахиил, Иеремиил, Силофиил, Уриил, Рафаил, Гавриил и Михаил. Девятый серафим, Люцифер, пожелавший стать равным Богу и поднявший против него восстание на небесах, был сброшен на землю и исключен из ангельского чина, превратившись в змея, врага-дьявола. По сути, их должно было изображать шестикрылыми и со множеством очей, рассыпанных по подобию тела. Девятого изгоя часто изображали в виде крылатого существа с очами по всему телу, но с двумя крыльями. Очевидно, тенденция имелась более близкой по виду небесной сущности, вместо огненных колес или же крылатых голов в конце концов победила. Если уж создал Бог человека по своему образу и подобию, то неужто он не создал самых верных своих служителей ни по своему образу и подобию? Однако внешность серафимов была прописана в Ветхом Завете, и не оставалось ничего, кроме одного перевести. Осуществлявших контакты с человеком серафимы, перечисленных выше в другой разряд, в чин архангелов, и сразу же стало понятно и просто. Внешность ангельская, никаких шестикрыльев. Слово ангел переводится как посланник, то есть это силы небес, которых Бог посылал с разными целями к людям. Ангелы считались сыновьями Бога по образу и подобию. Предполагало, что внешность они позаимствовали у людей. И Ветхий Завет говорит об этом ясно. Было время, когда сыновья Божьи стали принимать обличие людей и даже входить к дочерям человеческим. И от этих союзов с земными женщинами появились нефилимы, великаны. По одной из версий, Бог рассердился на своих детей, что и стало причиной изгнания части ангелов вместе с их предводителем Люцифером. Истребить их Бог не мог. Ангелы по определению бессмертны. Но мог ухудшить им условия существования. Лишенным небесной поддержки им стало не до дочерей человеческих, а не филимов, благодарное человечество, убило собственными руками. Сам же ангел света стал властителем тьмы. И его прекрасный ангельский лик стали изображать звероподобным. Отдав дьяволу черты распространенного на юге Европы и в Месопотамии культа рогатого Бога с головой козла и такими же дефективными ногами. Другие сыновья Бога оказались более послушными и держались от дочерей человеческих на расстоянии. Вероятно, это сексуальное равнодушие, вселявших в человеческие тела бесплодных духов, и дало основание считать ангелов бесполыми. В иудаизме к архангелам относят семь старших ангелов. Ариэля, Сариэля, Иерамуэля, Рагуэля, Рафаэля, Габриэля и Михаэля. Четверо из них, Михаэль, Габриэль, Рафаэль и Ариэль, занимают место у престола Бога и охраняют его со всех сторон. В Каббале к высшим ангелам причислены девять. Каждый воплощает определенную функцию самого Творца. Анаэль, в нем ли мне Бог, Самуэль, сильнейший яд, Сашиэль, справедливость Бога, Кассиэль, престол Бога, Ариэль, огонь Божий, Рафаэль, Бог-исцелитель, Габриэль, силы Бога, Михаэль, подобный Богу, и Метатрон, глаз Божий. А в свергнутом с неба ангельском войске, разом превратившемся в войско демоническое, старшие ангелы стали старшими демонами, архидемонами. Главный над демонами и тьмой Вальзевул, властитель воздуха и загробный судья Самуэль, демон вещенов Питон, демон коварства Белиал, демон смерти Осмодей, демон света Люцифер, восставший против Бога Сатана, своего рода ипостаси дьявола, архангелы со знаком минус. К тому времени в Риме имелось и распространенное мужское имя Люцифер, и даже был уже один святой с таким именем. Так что, когда в одном из переводов появился светоносный ангел с римским именем Люцифер, имя престола пристало к нему навсегда и стало синонимом дьявола. Но архидемон Люцифер по старшинству, равный архангелам, был удален из списка девяти. Такой же участи подвергся и Метатрон. И в христианской версии старших ангелов осталось семь. Но с течением времени их количество изменилось, и сегодня их насчитывается восемь. Михаэль, Гавриил, Рафаил, Уриил, Иегудил, Серафил, Варахиил и Иеремиил. Каждому архангелу предназначено играть в миропорядке определенную роль. Главным среди архангелов считается архангел Михаил, архистротик, то есть предводитель небесного воинства. Именно он встал во главе ангельского войска на защиту Бога, когда против последнего выступили ангельские силы Люцифера. Поэтому неудивительно, что Михаил считается покровителем воинов, и его признают своим небесным защитником самые разные народы. Кроме того, архангела считают защитником душ, умерших на страшном суде, и именно он поведет ангельское войско в битву, когда придет время Армагеддона. Христиане молятся Михаилу об исцелении от раны, защите от всякого зла. Библия приписывает Михаилу уничтожение ассирийского войска. Римляне верили, что он спас их город от чумы, французы, что его заступничество помогло братьям монастыря Мон-Сен-Мишель выдержать долгую осаду и отбиться от англичан. Русские, что архистротик преградил путь Батыю на Новгород и заставил повернуть назад, а коптские христиане, что он держит Нил и способствует его разливу. Изображают Михаила с мечом в руке. Гавриил считается архангелом, приносящим благую весть. Недаром именно Гавриилу было поручено явиться к Деве Марии и благовествовать о будущем рождении Иисуса Христа. Этот ангел считается защитником всего иудейского народа. Архангелу вменено в обязанность предвещать людям будущие события и спасать их от бед. Поэтому Гавриил держит в руках свечу и зеркало. Свеча знаменует свет истины, а зеркало показывает добрые и злые дела человека. По древней иудейской традиции архангел Гавриил приходит в час смерти, чтобы забрать с собой душу праведника. Архангел Рафаэль почитается как ценитель и врачеватель. Недаром его принято изображать сосудом, наполненным целебным средством, в одной руке и птичьим пером для смазывания раны, в другой. По ветхозаветным рассказам он исцелял от слепоты, изгонял бесов, избавлял от духовных и телесных страданий. Архангел Уриил по преданию после грехопадения Адама был поставлен охранять рай от вторжения изгнанников. Он должен был преграждать путь язычникам и нести им огонь веры. В одной руке у него свеча или просто пламя, в другой оголенный меч. Архангел Иегудил покровительствовал святым людям. Его изображали с короной и хлыстом. Корону он возлагал на головы праведников, которые питают ум книжной мудростью. А бич или хлыст олицетворял ленность и тупость грешников, пороки от которых нужно избавляться поркой. Архангел Силофиил считается молитвенником, смягчающим людские грехи своим заступничеством перед Богом. Изображали архангела со смиренно сложенными руками и опущенными вниз глазами в позе молящегося. Архангел Варахиил приносил людям благословение Божье на всякое доброе дело и награждал за труды и молитвы, обещаниям вечной жизни в раю. На его одежде рисовали белые розы, символ благодати. Архангел Иеремиил посылался к людям, кого отметил за праведность сам Бог, или к тем, кто стал колебаться в Берии. Он являлся малодушным в минуты сомнений, чтобы нарисовать картины вечных мук, которые ждут грешников. Отличный стимул для возвращения к вере. Последние четыре архангела были мало известны среди простого народа. Но почитались в монастырях. Самыми популярными и почитаемыми архангелами были и остаются Михаил и Гавриил, воин и вестник. Статья Николая Котомкина публикуется в журнале «Загадки истории» номер 32, 2014 год. Не забудьте подписаться в правом верхнем углу на канал.